Приветствую вас, и поведение мужчины, конечно, довольно неоднозначно. Вы написали все достаточно кратко, то есть не дали характеристику ни своего мужчины, не дали характеристику развернутую вашим отношениям, и исходя из этого, я думаю, проблематично именно с точки зрения психологии, и ответить, почему он не хочет знакомиться ни с вашими родителями, ни с вашим ребенком. Но вы здесь приводите, значит, варианты, боясь известность или нет серьезных намерений на совместное будущее. И вы знаете, на самом деле, если говорить о отсутствии серьезных намерений на будущее, я думаю, что вы бы это уже подчеркивали. Если у мужчины нет серьезных намерений на будущее, то он ведет себя со своей женщиной, ну, соответствующей, то есть он не выделяет ей много внимания, он относится к ней пренебрежительно, и вообще говоря, ей не брали. Если вы говорите, что вы любите друг друга, то, как минимум, этот вариант не правомерен здесь, потому что я думаю, что если бы вы замечали за ним отсутствие периодных планов на будущее, то вы бы не говорили так однозначно, что вы друг друга любите. И если у вас есть сомнения в этом, то тогда нужно лично с вами определять, что же вы считаете тогда любым, и как может любовь, любовь взаимная, да, зачитаться с отсутствием совместных серьезных планов на будущее. Что касается боярной ответственности, то здесь, опять-таки, нельзя однозначно так сказать, потому что, видите ли, боярная ответственность, она проявляется во всем. То есть если мужчина боится ответственности, то он проявляет свой страх абсолютно во всем везде. И если этот страх предосвестен, то надо спросить, а где еще этот страх проявляется? Как-то еще она себе дается, например, мужчина там перекладывает на вас решение каких-то определенных фундаментальных вопросов, касающихся вас, как пары или что-то еще. И есть ли какие-то признаки? Если признаков нет, то о страхе перед ответственностью говорить нельзя. Нельзя, потому что тут нету как никакого страха. Нежелание ознакомиться с родителями и с ребенком может быть продиктовано именно тем, что мужчина считает, что еще рано. То есть для него полгода, шесть месяцев – это недостаточно большой срок для того, чтобы ознакомиться с родителями и ребенком. В основной именно с силой того, что человек понимает, насколько это ответственный факт. То есть он понимает, что если он познакомится и с ребенком, и с вашими родителями, это будет означать же в акте, в акте, что он осуществит вход в вашу семью, вход в круг ваших родных, что делает его как бы привязанным к вас. А он либо еще не до конца уверен в ваших отношениях и в вас, либо считает слишком рано делать такие серьезные шаги, потому что не хочет вселять надежду в вас, видимо, слишком большую, и ребенка, соответственно, тоже травмировать не хочет. То есть в данном случае это поведение такого осознанного, осознающего себя мужчины, который четко и пристально выверяет каждый свой шаг, каждое свое движение. И вот в том случае самое лучшее, что вы можете сделать, это поговорить с ним, спросить его прямо, вот, ты мне доверяешь или нет? Если он скажет, что доверяю, тогда задать ему вопрос, а почему тогда, если ты мне доверяешь, ты знаешь, что у нас все серьезно, почему тогда ты не хочешь встречаться, допустим, с моим ребенком или знакомиться с ним? Может быть, у мужчины есть определенный блок именно на джизовое ребенка. То есть ему, например, неприятно знать, что у вас есть ребенок у вас другого мужчины. И если так, то вам пора разговаривать, обещать ему, доносить такую простую, может быть, истину, что наличие ребенка не означает, что вы там любите мужчину и так далее, и что если он любит вас и принимает вас, может, он меняет ребенка. А если он не принимает ребенка, то значит, не принимает вас. Возможно, пацановка с какого вопроса поможет мужчине обрести символ для того, чтобы познакомиться с ним. Так или иначе, и с ребенком, и с вашими родителями, у него может быть две несвязанные между собой проблемы. Например, с родителями он не хочет знакомиться, чтобы те на него не давили. А возможно, он считает, что если познакомиться с вашими родителями, то те будут сразу стремиться вас поженить и так далее. А он этого не хочет. Не хочет, чтобы они вмешивались в вашу жизнь. Тут нужно подходить к этому вопросу очень деликатно, нежно и постепенно, последовательно, чтобы не сбугнуть, не обидеть, не оскорбить человека. И не думать, что обязательно вот эти вот два варианта, которые вы озвучили, могут быть причиной его нежелания, ознакомиться. Может быть, и еще какие-то причины, о которых ни вы, ни мы не знаем. Потому что мы не имеем никакого представления о человеке. И если вы хотите, чтобы рекомендации, чтобы выводы были сделаны более конкретно, то вам необходимо и о мужчине предоставить больше информации. Может быть, даже поработать с вами. Поговорить с вами, как я уже сказал, по, например, вопросу любви. Что касается вас, то, опять-таки, можно при желании его, вам вместе обратиться к психологу, для того, чтобы озвучить, например, ваше желание, его желание, и понять, почему вы не хотите друг другу удовлетворить в этих желаниях. Что вас держит, что блокирует. И это, в принципе, вполне естественное поведение. Но на данный момент ситуация обладает именно так, а для более подробных рекомендаций вам нужно все-таки предоставить немного больше информации. Если хотите, можете написать в личку понравившемуся вам эксперту и сформулировать свой запрос, и тогда вы получите больше информации и больше рекомендаций. В этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку в ногу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если делаете его лучшим.